Привет всем! Сегодня хочу снять такой обзорчик. Ну, я думаю, скажу такую стандартную фразу, что фанаты Бритнес-Пирс догадаются, о чём я. Ну, или фанаты данного исполнителя догадаются, о чём я. Но для тех, кто ещё не догадался, скажу, что обзор на диск некого Джорджио Мородёра какой-то, Мородер. Честно, вот я не знаю, как его зовут, но это вроде как, знаете, такая достаточно, видимо, известная личность. Я, честно, не очень хорошо знала. Может, я была знакома с его музыкой, но данного исполнителя, я как понимаю, это что-то типа диджея, потому что он... Здесь даже написано, у меня такая русская версия, пионер, легенда электронной музыки. То есть, достаточно, видимо, известный человек в определённых кругах. Но я, честно говоря, ну не очень его знала. Вот. И узнала только благодаря Бритнес-Пирс. Опять же, если вы вот обратили внимание, здесь вот этот альбом, который называется Дежевью, записан при участии следующих исполнителей. То есть, достаточно таких известных личностей. Вот. И купила я его только из-за песни Бритни Спирс, Томс Дины. Я думаю, вы услышали. На официальном, по-моему, на официальном канале Бритни есть даже типа караоке этой песни. Но очень прикольно, я советую послушать. Я не знаю, может быть, на альбоме будущем, который выйдет у Бритни Спирс, этот трек будет. Но что-то мне не хотелось ждать. Думаю, куплю. И, честно говоря, я нисколько не разочаровалась в данном альбоме, потому что он крутой. Я вот люблю такую танцевальную, электронную музыку. И здесь собраны, я думала, там, послушаю Бритни и там заброшу альбом, потому что некоторые я покупала, там, саундтреки разные. Я слушаю, чисто покупала их ради одной песни. И этот альбом так и покупала. Но, честно говоря, я собираюсь в дальнейшем его даже иногда слушать, потому что мне он очень понравился. Ну, танцевальная музыка, в принципе, чего там говорить. В общем, такая вот у меня версия. Я, честно скажу, покупала самую дешевую, потому что, ну, не хочу я тратиться, знаете, на других исполнителей. Надо как-то оставлять деньги на тех исполнителей, которые нравятся. Поэтому буквально он стоил, там, 200-300 рублей, заказала на Озоне. Ну, чтобы там не ходить по магазинам. Есть какая-то делюксовая версия, по-моему, иностранка там. Ну, я не знаю, если вы фанат, покупайте. Я вообще не знаю их различий. Мне нужно было только Бритни. Вот. Значит, так вот выглядит задняя часть альбома. Посмотрите, такой вот у нас тут трек-лист. Я надеюсь, тут видно, потому что всё отсвечивает. Ну, честно, прикольная. Такая весёленькая музыка. И вот у нас Том с Дина с Бритни Спирс. Я думаю, вы уже слышали этот трек. Так у нас выглядит диск. Вот такой у нас, типа, зеркальный. И здесь, к моему удивлению, к моему огромнейшему удивлению, тут, кстати, вот такой вот листик остаётся чисто с обложкой. Здесь есть что-то типа буклета. Честно, я вообще не ожидала ничего увидеть в данном альбоме, потому что я уже смирилась, что русские перестали что-либо засовывать в диски. Но здесь вот как-то вот так. Всё оформлено в стиле. Здесь у нас тексты на все-все песни из данного альбома. То есть всё вот такое вот красное, вот это вот размазанное, непонятно что. Вот. Как-то вот так. Всё дело выглядит. То есть, знаете, даже, собственно говоря, я осталась довольна тем, что купила. Думала, будет листочек, а тут аж целая книжечка. Поэтому, ну что сказать. Я никого как бы не сподвигаю там покупать этот альбом. Но я думаю, фанаты Бритни, возможно, его и купят. Или дождутся там, когда выйдет полноценный альбом Бритни. Возможно, этот трек будет у него. Возможно, его не будет. Но я уж купила. И честно говорю, я вам советую его послушать. Даже если вы там не фанат. Если вам нравится электронная музыка, то послушайте. Тут такой интересный стиль. Мне даже напомнило какие-то, знаете, такие прошлые года. Вот. Ну, наверное, не зря. Это у нас чуть ли там не ветеран электронной музыки. Вот. Честно говоря, о нём ничего не знаю. Если вы знаете какие-то интересные факты. Или, возможно, у него есть и хиты, которые все знают. Ну, просто не знают, кто их исполняет. То напишите мне в комментариях. Мне будет очень интересно. Но альбом очень-очень прикольный. Советую его хотя бы послушать. Не сподвигаю вас к покупке. Но, честно скажу, вот эта русская лицензия. Ну, вы видите, здесь по-русски. И за 300 рублей, в принципе, круто. Ну, надеюсь, вам понравился данный обзор. Огромное вам спасибо за внимание. Пишите своё мнение. Ставьте палец вверх. И пока-пока.